Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Второй день уже пытаюсь выпустить ролик, но все никак не успеваю. Но при этом хотел бы обратить внимание, что исправно в группе с ежедневными обзорами рассказываю свои соображения по рынку. Прошлый выпуск у нас с вами был где-то на уровне 9500 долларов. Я сказал, что с чего вы взяли, что вам дадут закупиться ниже 9000 долларов. Эти слова были вполне обоснованы, учитывая объемы, на которые откупался актив. В том числе мы должны с вами сейчас учитывать то, что актив у нас откупался также на уровне 10 тысяч долларов и также на уровне 11 тысяч долларов. И откупался он на миллионы, миллионы, миллионы долларов. И это была на тот момент не просто коррекция. Собственно говоря, поэтому я рассматривал то, что сейчас там локально и более среднесрочно рассматривать коррекцию к уровню 6000 долларов, ну просто нет никакого смысла, потому что позиции были набраны. Если бы мы с вами наблюдали здоровую коррекцию, которую там многие ждали, там кто-то хотел закупиться 8500, 7900, то у нас с вами просто не было бы откупов этого уровня. У нас был бы тупо паник сел, мы бы смотрели, как особенно такой манипулятивно надутый рынок быстро бы летел вниз. И на этих уровнях, поверьте, мы с вами были бы уже довольно давно. По моим соображениям, сейчас идет более сложная игра. Если рассматривать то, что дает рынок, то сейчас мы с вами движемся в канале 9000, ну там плюс-минус 13500. И также, учитывая откупы агрессивные 10-11 тысяч, мы должны с вами обязательно понимать то, что если на такие суммы откупался актив, то крайне вероятно то, что продавать его будут выше. Это были жестко спланированные автоматизированные покупки, которые, собственно говоря, сейчас нам показывают то, что мы находимся на уровне 10800, сейчас мы пошли в нормальную коррекцию для набора ликвидности. Вообще, зона поддержки у нас находится на уровне где-то 10300, но нормальная коррекция до уровня 10500. Вот если посмотреть, мы откорректировались, 10500, 52 это по бинансу, по цексу там 10500 тоже с копейками. И, собственно говоря, набрали ликвидность, сейчас консолидируемся 10700. Тут хотел бы напомнить то, что в прошлом выпуске я давал точку входа, точка входа была на уровне 9300 плюс-минус. И тут стоит в обязательном порядке учитывать ограничения убытков. Если смотреть более среднесрочно всю ситуацию на рынке, то нормальная коррекция у нас может быть до уровня 10300-10100. Поэтому, по моему мнению, лучше ограничение убытков пока что, несмотря что мы там находимся на 10700, оставить на уровне 10100-10300. Даже в случае, если это ограничение убытков закроется, по короткой сделке у вас будет довольно неплохой процент. Плюс здесь стоит учитывать, соответственно, если мы будем пробивать эти уровни, то у нас будет преломление локального восходящего тренда. И, собственно говоря, рассматривать поход за 11000 пока что преждевременно. Но я считаю, что нас будут вытягивать за 11000. Причины обозначил ранее. Плюс сейчас у нас довольно здоровый тренд. У нас сейчас нормальные объемы. Я бы не сказал, что объемы прям супермаленькие. То есть, если учитывать предыдущие движения, когда у нас были нулевые объемы, резко, короче, боты вливали какую-то там свечкой объемы. И у нас двигался курс. Сейчас, так сказать, нельзя. Да, на низких объемах, но все же актив у нас с вами торгуется. Что касается ситуации по альткоинам. Альткоины флэтуют. По Ripple я давал сделки 30-31 цент. Ограничение убытков 28 центов. Пока что ничего менять не вижу смысла. Потому что, несмотря на то, что там даже Ripple сейчас вышел за 32 цента, вполне на росте биткоина могут быть откаты. Потому что сейчас у нас биткоин это индикатор. Поэтому, собственно говоря, я ему больше времени сейчас и уделяю. И вообще, альткоины должны будут начать свой рост где-то после уровня биткоина. Ну, вот 11200 закрепления. Там должны будут появиться хорошие покупки по биткоину. Потому что это будет преломление сопротивления более глобального. Ну, и, соответственно, там, я думаю, отпустят стенки по альткоинам. Напомню, опять же, за тот же Ripple. Вот у него стенка идет там 32-33 цента. И дальше пустота до 36, там слабые стенки. И уже на 40 реально есть продажи. Но сам факт, что там какая-то глобальная стенка стоит на 33, и она стоит уже не одну неделю. Специально держит этот уровень. И я считаю, что этот уровень держит просто для того, чтобы в какой-то момент его отпустить и пойти выше. Пока что обновления там дна по альте, в том числе по Ripple, я не ожидаю. Что касается лайткоина, считаю, что в преддверии халвинга можно все-таки попробовать. Зайти в него на свой страх и риск. Надо это понимать. Но соображения какие? Соображения такие, что все же, я считаю, должны сделать рост по лайткоину. Для того, чтобы когда у нас подходил халвинг битка, мы, отталкиваясь от лайткоина, говорили, что биткоин тоже вырастет. Я думаю, это было бы довольно правильно со стороны маркетмейкера поднять цену лайткоина. Поэтому здесь, я считаю, риск довольно оправданный. Поэтому, если лайткоин не покажет каких-то там выстрелов, это заставит задуматься людей по поводу самого биткоина и ситуации с его халвингом. Давайте кратко подытожим. Локально по биткоину я ожидаю движения. Внутри уровня 10300-10800 некая консолидация. В итоге, думаю, данный уровень у нас все-таки будет пробиваться. И более среднесрочно рассматривать цель по биткоину в уровень 11200. Сейчас его опускать ниже 10 тысяч, но нет вообще никакого смысла. Потому что, если еще 10-11 откупались на большие средства, то для того, чтобы двинуть биткоин сейчас к уровню 10800, это были потрачены крайне большие средства. И смысла такого движения, просто чтобы там засадить какое-то количество неуверенных покупателей, потому что уверенного покупателя сейчас на рынке нету, ну просто не вижу в этом смысла. Более глобальную ситуацию вижу следующим образом. 11200, пробитие, закрепление. Там появится уже агрессивный покупатель, более чем уверен. Ну и, соответственно, выдвинут за 12 тысяч. По крайней мере, в моменте ситуацию вижу так. Если что-то будет меняться, то, ну не знаю, в группе с ежедневными обзорами я там по несколько раз в день пишу, что происходит с курсом. И не так уж это дорого стоит. Я действительно рекомендую вам подписаться на нее. Ссылка на форум находится в описании. Тут хотел бы еще сказать такой момент, что когда мы находились на уровне 9100-9300, абсолютное большинство ждало уровень 8500. Если честно, абсолютное большинство, это я, наверное, даже преувеличил. Я в тот момент, в тот момент анализ информационного поля не видел ни одного обзора с тем, что мы будем возвращаться к уровню 11000. Все ждали коррекцию. Никого не хочу обидеть, но действительно это было так по факту. Я в группе был полностью уверен и видел вот эти все движения манипулятивные. Был полностью уверен, что ниже 9-ки нам не дадут. А в прошлом выпуске тоже сказал вам это. Сейчас мы находимся на уровне плюс-минус 11000 долларов. Поэтому, как говорится, думайте сами, решайте сами. Те, кто находятся в группе, ну и действительно только положительные отзывы. Еще ни одного плохого отзыва не было. В общем, соображениями поделился. Лайк, подписка, комментарий. До следующего выпуска. Работаем.